В Куйбышевском районе Самары ночью горел ангар площадью 200 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный второй номер сложности. На месте ЧП работало 74 сотрудника МЧС и 25 единиц техники. Как рассказали пожарные, строение в любой момент могло взлететь на воздух. Внутри находились газовые баллоны. Тушение затруднялось наличием и взрывами газовых баллонов. Непосредственно из-за чага пожара сотрудниками пожарной охраны было эвакуировано 6 кислородных баллонов, 3 пропановых баллона. Пострадавших, погибших на месте пожара нет. Еще одна проблема, значит, неудовлетворительное противопожарное водоснабжение было организовано подвоз водой. Чтобы справиться с пламенем, понадобилось около двух часов. Причины возникновения пожара и ущерб от него сейчас выясняют. 14 лет в колонии строгого режима. Плюс в общей сложности 800 тысяч рублей выплаты пострадавшему и вдове убитого. В суде железнодорожного района Самары поставили точку в резонансном деле об убийстве хоккеиста Николая Федяшева и нанесении тяжкого вреда здоровью его другу. Напомню, все произошло в сентябре 2012 года возле одного из ночных клубов. По версии следствия, во время ссоры Михаил Митрошенко несколько раз ударил ножом спортсмена и его знакомого, после чего скрылся. Позже, изменив внешность и взяв чужую фамилию, переезжал из одного города в другой, но в итоге его задержали в Воронеже. Сторона защиты считает, что оружие обвиняемый применил в целях самообороны и планирует обжаловать решение суда. Защита наставит на том, что здесь было подчинение тяжкого вреда здоровью двум человекам. Значит, у одного повлекла смерть, а второй получил тяжкие повреждения. И в превышении пределов необходимой обороны. В законную силу приговор вступит через 10 дней. За минувшие сутки 92 преступления. Главным образом кражи. Около половины дел уже раскрыли. В железнодорожном районе Самары задержали женщину. Она, по данным силовиков, причастна к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили у нее три свертка, внутри которых находилось порошкообразное вещество. Установлено, что в свертках находился героин массой 15 граммов. Полицейские выяснили, что задержанная безработная жительница города Самары, которая в 2010 году была судима за кражу. Сейчас идет следствие. Задержанная уже дает показания. Если ее вину докажут, женщине грозит до 20 лет лишения свободы. 10 пожаров в области за сутки, 6 из них в жилом секторе. Погибло 3 человека. В Красноярском районе горел частный дом. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На пульт дежурного вызов поступил в девятом часу вечера. К месту пожара прибыли две единицы основной пожарной техники, 6 человек личного состава. Во время работ по ликвидации пожара обнаружен погибший. Пожар локализован 21 час 37 минут, ликвидирован 22 часа 1 минуту. Причина гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова